18-го по 18-й стихе. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру, «Симон Иоаннин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему, «Так, Господи, Ты знаешь, что я люблю Тебя». И Иисус говорит же ему, «Паси агнцев моих». Еще говорит ему в другой раз, «Симон Иоаннин, любишь ли ты меня?» Петр говорит ему, «Так, Господи, Ты знаешь, что я люблю Тебя». И Иисус говорит ему, «Паси овец моих». Говорит ему в третий раз, «Симон Иоаннин, любишь ли ты меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его, «Любишь ли меня?» И сказал ему, «Господи, Ты все знаешь, Ты знаешь, что я люблю Тебя». И Иисус говорит ему, «Паси овец моих». «Истинно, истинно, говорю тебе, когда ты был молод, ты припоясывался сам и хотим, куда хотел. А когда состаешься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь». Аминь. Давайте благословим друг друга, наслаждайтесь миром Божиим. Вы, благовестник, спасающий эту эпоху. И давайте унаследуем, возьмем наследие ту землю, которую Бог дал нам. Благословляю, чтобы это богослужение стало временем, когда мы можем убедиться в той, действительно, необъятной любви Божьей, которой Бог любит этот мир и любит каждого из нас. И на прошлой неделе было время, когда в Европе проходила ремент-конференция. И из 53 стран, которые в Европе, есть 15 церквей в этих странах, где есть миссионеры. И это было временем, действительно, чтобы приехать, побыть вместе и послушать Слово, которое в это время, в это расписание Бог приготовил. И Слово, которое пастор передавал, это для того, чтобы поставить ту башню, которая будет, действительно, спасать то место действия. И когда мы видим даже в Ветхом Завете, всегда Бог подымал, даже среди каких-то проблем, бедствий, всегда находились те люди, которых Бог ставил как абсолютную башню, как ту башню, которая освещает светом, как та башня, которая является убежищем для других. То есть это были те люди, через которых Бог останавливал бедствия и проклятия. И эти были люди, как и Иосиф, как и Даниил. И когда Господь наш Иисус уже был на этой земле, мы видим, что на протяжении сорока дней, тех последних дней, которые Он находился физически на этой земле, Он передавал Слово и учил их о Царстве Божьем. И Бог желает, чтобы мы с вами были подобно Павлу, который был, действительно, абсолютной башней, но башней, которая не просто в одном месте где-то остановилась и стояла, а движущаяся такая, как бы движущаяся башня. То есть куда бы он ни приходил, куда бы Бог ни направлял его, всегда происходило действие оживотворения, действие исцеления, и Царствие Божье сходило на эти все места. На прошлой неделе мы с вами говорили о Слове, которое Бог нам дал, о Завете Воскресения и Новом Начале. И сегодня мы посмотрим с вами о том первом деле, что сделал Господь после Воскресения. Что же было самым важным для Иисуса Христа? Что было важным для них? Мы видим, что самое первое, что сделал Иисус Христос, Он пришел к ученикам Своим и посетил Своих учеников, которых Он избрал, призвал для спасения этого мира. И Он пришел для того, чтобы их исцелять, чтобы их обновить. И мы видим, что Господь, Он не пришел после Воскресения Своего, и Он не стал, как бы сказать, трубить по всему миру об этом всем, что, вот смотрите, Я Воскрес, а вы не верили. Он не делал этого. Он тихо посещал учеников для того, чтобы их утвердить, для того, чтобы их исцелить, для того, чтобы им дать силу. Потому что ученики, которых... Посмотрите, те люди, к которым Он первым явился, были те люди, которые в страхе, в отчаянии убежали, когда Иисус принимал страдания. И даже Петр, к которому пришел Иисус и спросил, любишь ли ты меня, Петр, не потому он спрашивал, что почему ты ушел, почему ты меня оставил или предал, он ему такого не говорил ничего. Потому что он знал и знает состояние сердества человека и знает, что своими силами действительно у нас не получится что-то делать. Поэтому он пришел к Петру, который отрекся от него, проклял и даже клялся, что он не знает его. И мы видим, что все ученики, они вернулись, по сути, потому что не было возможности у них за что-то жить, даже что-то. То есть они все вернулись к тому, чем они занимались. Конечно же, нужно где-то зарабатывать деньги, что-то делать для того, чтобы жить. Поэтому где нашел Иисус их, они рыбачили. И рыбачили всю ночь. И мы видим, что они не смогли поймать ничего. Почему такое место исписания, это написано, и почему мы об этом говорим? Потому что, как и учеников в то время, когда апостолов даже уже, которые стали апостолами, по сути, но и не только они, мы ведь видим не только 12 учеников, там были 70, 120 учеников, потом в горнице Марка. То есть все они были призваны для того, чтобы совершать евангелизацию этого мира, для того, чтобы возвещать об Иисусе Христе. Но мы увидим, что они упустили это призвание свое и вернулись к обычной жизни, как они жили в мире. Точно так же в нашей жизни может происходить. И иногда происходит. Бог нас призвал быть действительно светом этому миру. Бог призвал нас как учеников. Но мы, бывает, возвращаемся, и мы живем... Мы живем как бы другой жизнью. Мы живем не той жизнью, которую Бог призвал нас жить. Мы призваны быть действительно остатком этой эпохи, чтобы проповедовать это слово. Но в итоге мы что получается? Мы живем в тревоге, в беспокойстве, в унынии, в обидах. Бывает, депрессии приходят. Бывают какие-то расстройства различные, панические. И получается, мы живем как, по сути, верующие, но живем как неверующие, по сути. Но Господь пришел для того, чтобы исцелить их, и Он их поставил главными действующими лицами, когда мы видим уже горницу Марка, которые переписали историю церкви, которые стали людьми, через которых спасение пришло, и даже в Рим, и в этот мир. Поэтому надеюсь, что мы сегодня тоже с вами обновимся. И давайте посмотрим... Первое, что говорится, это любовь Господа, которая никогда не оставляет меня. И до конца остается. Мы сегодня также... Группа прославления, хор, пела об этом, что та любовь Божья, любовь Божья, которой Бог, Он любит меня. И вот это то, что дает силы, и это то, что дает уверенность. Мы знаем, даже на физическом уровне, когда мы знаем, что кто-то нас любит, когда есть человек, который... Есть кто-то, кто любит нас, и тот, кто нуждается в нас. То это дает силу, потому что мы знаем, что мы не одиноки, и мы тогда не сдаемся ни при каких обстоятельствах. Что бы ни случилось, эта любовь, она дает силу превзойти все. И в отношении... В отношении... Даже когда мы... То, что мы говорили, что люди почему вообще впадают в состояние такой депрессии? Потому что они думают, что я один. Никто не думает обо мне. Я одинок. То есть они из-за чувства одиночества впадают в депрессию, потому что у них есть ощущение, что никто их не понимает. Никто не понимает их состояние. Или, возможно, даже никто их... Никто... Они не интересны никому. И из-за этого... То есть им не хватает... Возможно, даже есть люди, которые любят их, но из-за того, что разные раны, разные проблемы, они эту любовь не могут получить. И поэтому впадают в такое состояние депрессии и даже заканчивают жизнь самоубийством. Но в отношении самой любви Божьей, которую Бог нас любит, как мы можем это понять и испытать? Мы это можем даже на физическом уровне... На физическом уровне испытать через нашу жизнь. Когда мы... Когда мы с вами... Пока мы живем на этой земле, приходит момент, когда действительно через обстоятельства разные мы можем осознать, мы можем осознать, что есть Бог, который любит меня и который не оставляет меня. Через... Иногда через какие-то обстоятельства, когда уже нет никакой надежды, нет ничего больше, не остается, мы осознаем это. Иногда... Разные обстоятельства, по разным обстоятельствам это может быть приходить. И... когда мы посмотрим пророк Сафония, там сказано в 3 главе 17 стихе, что Господь Бог твой среди тебя, Он силен спасти тебя, возвеселится о тебе радостью, будет милости в полюбви своей, будет торжествовать о тебе с ликованием. Мы точно должны понимать, что Бог, Он действительно как... как вот отец действительно радуется о детях своих, и Он желает, чтобы дети также наслаждались и могли радоваться внутри этой любви, которая есть между родителями и детьми. И... даже с детства, когда мы... пока, когда мы рождаемся, обычно, обычно, конечно, мы можем... люди, которые... есть, конечно, разные люди, разные семьи, но те, которые действительно растут, испытывая... любовь родителей. И что-то есть такое, что дает чувство безопасности, дает чувство того, что я важен для моих родителей. И тогда люди, которые вот получили такую любовь, и люди, которые в детстве росли, не получают такую любовь, по разным обстоятельствам, может быть, не всегда прям специально родители не дают эту любовь, потому что они сами, может быть, в ранах, может быть, в жизни обстоятельства разные бывают. Но суть в том, что дети, которые росли, получая любовь родителей, они имеют силу противостоять и более, даже в научном понимании, то есть они более стрессоустойчивы. У них есть качества лидерские в жизни. Они могут помочь другим людям легко. И дальше, если уже взрослее, мы можем вот это вот понять немножечко, испытать любовь к Божью через людей, через друзей, через также уже наших супругов. Но это все также из-за того, что люди растут, люди из-за того, что несовершенны после грехопадения. Все мы полны ран. Есть эгоцентризм, есть свои стандарты, есть жадность какая-то, которая проявляется даже. Поэтому люди в итоге, даже не хотят того, живут, причиняя друг другу боль, и это все перерастает в такие духовные проблемы. Поэтому люди живут такой жизнью, что либо же дают раны другим, либо же получают раны другим от других. И это все, в итоге дьявол это все использует. Почему мы говорим, что это духовная проблема? Потому что дьявол это все использует. Он ищет людей, у которых есть раны, и начинает через других людей, через мои мысли действовать на меня, для того, чтобы вот эти раны не заживали, и вот чтобы вот эти раны приводили к тому, что у нас есть конфликты, разделения, и чтобы мы закрывались, жили в одиночестве, чтобы в итоге у нас появлялись вот эти же обиды, уныния, депрессия. И Исаия 61 глава о чем говорит здесь? В первом стихе там сказано, что об Иисусе Христе, о том, что Господь, Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытия темницы. Поэтому мы видим, что Иисус Христос, Он пришел именно для того, чтобы исцелять сокрушенных сердцем, для того, чтобы нам восстановить. И поэтому Римлянам 5 глава 8 стих там говорит о том, что Бог свою любовь, Он доказал нам тем, что Христос, Он умер за нас, когда мы были еще грешными даже. Бог послал Христа для того, чтобы исцелить нас. И Иоанна 4 глава 10 стих также. Там сказано, что любовь Божья, и она в том и заключается, что не мы первые возлюбили Бога, но Бог, Он нас возлюбил и послал Своего Сына в умилостивление за грехи наши. И также Колоссянам, посмотрим давайте, Колоссянам 1 глава 13 стих. Там сказано, что Бог, Он избавил нас от властей, и ввел в царство возлюбленного Сына Своего. И также Ефесянам 1 глава 3 стих, также очень важный стих, который говорит, что Бог, Отец и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, то есть Он нас избрал в Нем до сотворения мира еще, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви. И Он предопределил нас усыновить нас себе через Иисуса Христа. Поэтому, конечно же, мы живем в этом мире, и поэтому бывают, приходят моменты, из-за разных обстоятельств в жизни, приходят моменты, неверия в нашу жизнь и конфликты с людьми. Мы обманываемся дьяволом. Даже и после того, как уже получили спасение, после того, как Дух Святой уже внутри нас. Поэтому, пока мы живем до дня пришествия, второго пришествия Иисуса Христа, все это будет происходить. Будут различные проблемы вокруг нас. Тем более, мы с вами не с самого рождения же, ведь веровали в Иисуса Христа и приняли Его как своего Господа и Спасителя и внутри нас Дух Святого. Нет, мы какое-то время жили жизнью погруженными в культуру этого мира, в обычаи этого мира. Может быть, даже жили ища Бога религиозной жизнью. Но в действительности, получается, мы жили без любви Божьей. и сейчас уже мы слыша это послание, мы можем, мы можем, по крайней мере, убеждаться, утверждаться в том, что действительно Иисус, Он пришел на эту землю для того, чтобы нас освободить от всех этих проблем, которые есть. Каким образом освободить? чтобы дать нам исцеление, чтобы мы могли иметь силу преодолевать все эти проблемы, преодолевать конфликты или раны или трудности, зная, что есть Тот, даже если мои родители, мои дети, кто угодно отказался от меня, или нету возможности с ними общаться, или конфликты, мы знаем, что есть Бог, который любит меня, который не оставляет меня. И это дает нам силу простить, дает нам силу победить все, что бы ни происходило. Мы видим, что когда Иисус, Он пришел уже к ученикам для того, чтобы их восстановить, дать им исцеление, показать им, что Он не осуждает их. И это уже тоже то, что дает силу, что даже если я ошибаюсь или даже что-то я не так делаю, Бог не осуждает меня. Он приходит для того, чтобы еще раз меня восстановить. И поэтому Он пришел и сказал им, забросьте сети свои по правую сторону. И они действительно последовали то, что сказал Иисус, и они забросили, и стало. Всю ночь ловили не было, да, они же ведь не только в одну сторону всю ночь закидывали, они думали, и туда, и туда закидывали. Но что мы видим, что последовав Слову Божьему, они получили то, что больше, чем даже чего они искали. Поэтому если мы с вами следуем, если мы слышим Слово, если мы следуем этому Слову, наша вера восстанавливается. И вместе со всем восстанавливается и все, то, что необходимо и приходит в нашу жизнь, все то, что необходимо для нас. Поэтому если мы держимся Слово, то восстановится наша вера и откроется сила Божья. И та сила, это вся сила в любви Божьей находится. Поэтому причина, почему нам необходимо держаться Слово Божьего каждый день находится в том, что мы можем найти в этом Слове наши темы для молитвы. И следуя этому Слову, мы будем находиться на месте ответов. И в этот раз на конференции в Европе были встречи также с людьми, которые действительно являются элитой в своей сфере, где они находятся, где они работают и эти люди почему какое они свидетельство дали, что несмотря на то, что они можно сказать являются элитой в своей сфере, в своей деятельности, но проблемы, с которыми они сталкивались, особенно женщина, то есть это как семейная пара, у нее было состояние, то есть они как ученые, люди, которые профессора приходили до такого состояния, когда у них действительно настолько сильная проблема была и депрессия, и паническое расстройство, то есть когда невозможно действительно жить и никаким образом, никакими медикаментами, это даже, либо же методами, какими-то определенными, научными восстановить или решить невозможно было. И действительно то слово, которое Бог дал, та любовь Божья, это то, что исцелило их, и даже в той сфере, в которой они работают, они смогли поново увидеть то сокрытое, то новое, что-то, что невозможно было увидеть людям, которые действительно сконцентрированы не просто в поиске того, как помочь действительно по-настоящему людям, потому что многие очень сосредоточены просто на своем. И сейчас вот даже в Корее были встречи с такими людьми также, которые вот через благодаря Евангелию, благодаря тому, что смогли получить исцеление в своей жизни. Бог открыл им взгляд на ту сферу, в которой они находятся. И они увидели и смогли увидеть то, что своими глазами невозможно так же увидеть. Поэтому и даже сейчас они сделали книгу по математике для людей, для детей, чтобы помочь действительно легко и правильно учиться. То есть такие примеры, очень много разных примеров есть у людей, которые придя к Богу, то есть услышав голос Божий и призвание Божье, получили исцеление и в своей сфере, в которой они находятся, они смогли увидеть то, что не могли видеть дальше, раньше до этого. И смотря на этот мир, через линзу такую, через призму любви Божьей, они смогли увидеть те проблемы людей, которые также через Иисуса Христа смогли дать ответ. поэтому действительно вообще состояние осознания того, что есть Бог, который меня любит и наслаждение этой любовью, это самое важное, что действительно нам необходимо с вами испытать в нашей жизни, потому что в этом кроется вся сила, сила для прощения себя, других людей, и тогда другими глазами мы сможем смотреть на этот мир и увидеть и проблему, которая и решение Бог даст увидеть, и понять, которая необходима для решения этой проблемы, которая есть у меня или у людей, и это будет дверью, возможностью для того, чтобы Евангелие вошло в их жизнь уже. поэтому наша миссия, как бы, что Бог желает, чтобы мы с вами сосредоточились на любви Божьей, на любви Христовой. Потому что, смотрите, Иисус, первое же, что пришел, Он сказал, любишь ли ты меня больше, они? И Он задал не просто один раз вопрос, а три раза этот вопрос задал. И о ком Он говорил, Иисус? больше, чем они, чем те люди. И почему Он задал этот вопрос? Если мы посмотрим Ефесянам 3, глава 17, 19 стих, мы сможем, действительно, давайте, немножечко отложим вот это все мирское, и помолимся, чтобы действительно нам погрузиться в глубину, в глубину, высоту и широту любви Христа. И вот послание, когда мы смотрим послание к Ефесянам, то вот это вот 3 глава 18-19 стихи. Что говорится там? Там сказано, что, давайте вместе прочитаем это, Павел говорил, чтобы верой вселился Христос в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта, и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь, превосходящее разумение любовь к Христову, чтобы вам наполнится всею полнотою Божией. Поэтому вся суть Евангелия, вся суть, для чего Бог Он нас создал, для чего Бог желает, как Бог желает, чтобы мы жили, то есть сила для жизни, сила жизни в любви находится. Поэтому Бог, Он нас любит. Он нас всегда ждет. Он нас простил. И Он нас прощает и будет прощать, если даже что-то мы не так делаем. И Он хочет, чтобы вот эти все наши раны прошлого исцелились. Чтобы мы не осуждали сами себя, чтобы мы не осуждали других людей, чтобы мы действительно совершенным образом наслаждались той любовью Божьей и не стеснялись приходить к Богу, не стеснялись открывать свое сердце Богу, не стеснялись спрашивать и просить у Бога того, чего нам не достает, чтобы мы еще больше могли наполняться полнотой Божьей и вот этими всеми плодами Духа Святого, чтобы любовь, мир, радость, благость, долготерпения все внутри нас было, чтобы сокрушились все эти твердыни, которые от сатаны, которые дьявол в нас вселил, которые из-за ран прошлого, из-за может быть семейных проблем, из-за общества, в котором я нахожусь, или сейчас даже еще что-то приносит некоторые проблемы. Поэтому Павел писал в 5 главе 18 стихе «Чтобы мы с вами наполнялись чем? Наполнялись Духом Божьим. Чтобы мы наполнялись Духом Божьим и чтобы мы действительно наслаждались этой любовью, которой Бог возлюбил нас. Поэтому Петр, что мы видим, когда Петр ответил? Иисусу Христу, когда Господь спрашивал его три раза, то «Любишь ли ты меня, Петр?» И мы с вами, можем ли мы, если нас Господь сейчас спросит «Любишь ли ты меня?» Сможем ли мы действительно ответить, что «Да, я люблю тебя, Господь». И почему Иисус спрашивал это? Он это спрашивал, потому что Он желал дать важную миссию. И эта миссия, она и есть заключается в том, в любви Христа. Посмотрите, что Иисус сказал, когда в 19-30 стихе, Он сказал, что все совершилось. Что совершилось? Совершилось то, что Иисус, Он совершил миссию, Он пришел для того, чтобы сокрушить силу тьмы, чтобы победить все эти проклятия, чтобы проклятия все закончились в моей жизни, чтобы дьявол не имел никакой власти надо мной, чтобы я мог идти уже новым путем, путем истинным, чтобы Царство Божье внутри меня сошло, и чтобы внутри меня пребывало Царство Божье, и чтобы сила Духа Святого являлась через меня. Вот это есть завет горы Голгофа. Бог желает, вот этот завет горы Голгофа совершился в моей жизни. Что на кресте уже все совершилось, что уже никакие проклятия не имеют силы в моей жизни. И чтобы мои мысли, мои эмоции, мое сознание и бессознание, чтобы это проникло, вот это любовь Божья, вот это все, чтобы проникло даже до моего бессознательного и бессознательного. Почему? Потому что действительно, чтобы я мог испытать, что действительно Христа достаточно, что во Христе все ответы сокрыты, все, что необходимо, потому что во Христе это единственность и ответ нового сотворения. Поэтому сказано, что мы с вами уже новое творение во Христе Иисусе. с того момента, как мы приняли Иисуса Христа, мы уже не те люди, не грешники, мы уже не те люди, которые жили до этого, порабощены культурой мира, порабощены дьяволом, мы уже с вами новое творение во Христе Иисусе. Поэтому и новая миссия нам дана. Какая миссия? То, что Петр сказал, «Паси овец моих», «Паси ягнят моих», «Агнцев», то есть это как бы ягнят, то есть это и о взрослых людях говорится, и о следующем поколении, о детях. потому что этот мир, в котором мы живем, мы видим, что все эти бедствия, все эти проклятия, которые в этом мире постоянно, постоянно происходят. Это и войны, и катаклизмы, и проблемы, которые есть у людей, и постоянно приходят эти бедствия в жизни людей, в жизни нации. Поэтому наша миссия с вами это любить Господа, и наша миссия, чтобы мы могли действительно наслаждаться тем, когда мы даем, не когда мы что-то получаем, не искать что-то получить, потому что мы уже все получили, уже любовь Божья в нас, и уже Бог все для нас приготовил и дал, но мы это сможем все увидеть и найти, выявить это все, когда мы пойдем вот этим путем. Мы сидим, просим Бог, дай мне то, дай мне это, дай мне то, а Бог просто желает, чтобы мы, ведь Иисус сказал, идите ко всем народам, Бог желает, чтобы мы шли, чтобы мы шли на места действия, чтобы мы на этих местах действия ставили башни молитвы, чтобы мы освещали светом Евангелия там, и тогда мы сможем увидеть и все те благословения, которые уже Бог для нас дал. молитвы, вместе как церковь давайте также будем молиться о том, чтобы вот это время, которое будет время конференции, чтобы все эти ученики, которые Бог приготовил и сокрыл, и уже которые открылись на местах действия, чтобы они могли, приехав сюда, всегда сюда могли приехать, получить обучение и не просто что я пожертвовал деньги и все, на этом закончилось. Это хорошо, когда мы жертвуем, конечно, но Бог желает, чтобы мы действительно в молитве находились, чтобы мы, потому что это самое большое благословение для нас. И особенно будет очень действительно большим ответом, если мы, если одна семья сможет получить такое благословение финансовое, чтобы содержать одного миссионера, одного ученика в тех странах. И это почему? Потому что через одного такого человека будет приходить ответ спасения и целого народа, целой страны. Поэтому очень важно, чтобы, когда мы жертвуем, чтобы мы действительно с молитвой это делали, в молитве это делали, тогда Бог будет действительно искать и Бог ищет таких людей и Он будет благословлять таких людей, которые с таким сердцем, живут и с таким сердцем ищут того, что угодно Богу. и мы с вами призваны для того, чтобы для этого Бог нас оставил, для того, чтобы через нас происходило действие проповедования и миссионерства. Поэтому прошу вас также молиться за эту конференцию, которая будет и время 40-дневное обучение, которое будет в нашей церкви, чтобы и мы имели благодать служить, помогать, и также и верующие, кто приедут, смогли получать благодать и силу, и все мы наслаждались с любовью Божьей. Наше, казалось бы, маленькое служение, маленькое участие каждого из нас, даже самое маленькое дело, оно не будет пустым, не будет чем-то, что как бы семя упало на землю и не прорастет. Все то, что даже самое маленькое мы делаем, даже, как сказано в Писании, даже если мы стакан воды подаем праведнику, то есть тем людям, которые приняли решение и служат Господу, то мы не потеряем награды даже своей. Будет также кемп в церкви в апреле, кемп проповедования и мы каждый год, конечно, участвуем в кемпе проповедования и в Тегу, и мы так проверили, оказывается, что последний раз именно базовой церковью для кемпа проповедования наша церковь была 17 лет назад это же. Поэтому это тоже расписание Божье, и так как бы ответ для нас Божий, что в этом году наша церковь также будет основой, базой для этого кемпа проповедования. Это означает, что это расписание для нашей церкви и это показывает, что действительно наша церковь имеет ту систему, чтобы этот кемп организовать и этот кемп этот кемп отвезти. И даже есть верующие нашей церкви, которые хотят принять участие в этом кемпе, они даже взяли отпуск на своей работе и этот отпуск они не просто будут куда-то ехать, отдыхать, а будут в это время собираться вместе и готовить этот кемп проповедования и также служить. и особенно важно, чтобы мы как Петру сказал Иисус «Спаси агнцев моих». То есть помоги этим всем молодым таким ремнантам, детям, подросткам. особенно на них акцент ставить, чтобы помочь им в том молодом возрасте расти, получая исцеление, наслаждаясь любовью Божьей, потому что в основном раны все получают именно когда в подростковом возрасте, в детском подростковом возрасте. и поэтому очень важно, чтобы мы могли с вами стать такими людьми, которые смогут участвовать в жизни следующего поколения. Но не только дети, как и только подростки и среди уже взрослых людей нас мы также важно, чтобы мы молились и участвовать в служении исцеления. Если мы посмотрим Матфея 25-го 40-го История что там сказано? Это как раз о том и говорит, что как вы сделали одному из всех братьев моих меньших, то сделали и мне. Это когда Иисус говорил о том, что уже когда будет второе происшествие Иисуса Христа и когда Он будет давать награду людям, то Он говорит, что когда мы служим друг другу, то это то же самое, как это есть служение Господу. Поэтому очень важно, чтобы мы в каждом дне могли иметь такое время утром, чтобы мы могли немножко сосредотачиваться на Слове Божьем и напоминать себе через это Слово, кто мы есть, что мы есть, чадо Божье, сколько бы нам лет не было, мы дети Божьи. И мы те, через которых и вместе с которыми Бог желает исцелять местодействия, освещать светом Евангелия местодействия, чтобы мы шли на наши местодействия как стражи молитвы. Будучи готовы к тому, что люди, которые на этих местах действия, из-за того, что у них есть раны, из-за того, что они в отчаянии могут быть, они могут что-то даже нам нехорошее сказать или сделать. Может такое случиться, но нам тройми к этому, потому что мы знаем, откуда это все идет, кто за этим всем стоит. Поэтому наша брань, наша врождание против плоти и крови, не против людей, а против духов злобы поднебесной. Поэтому мы постепенно таким образом будем получать исцеление, и люди будут видеть, потому что если они говорят так, они ожидают уже реакции определенной на их, на подсознании. Но если мы не будем реагировать на них так, не будем злом на зло отвечать, если мы будем действительно людьми, которые молятся за них, то это придет в один момент к ним, это постучится в их сознание. Вот то, что мы сеем, это постучится в их сознание, и они задумаются над тем, почему так, почему этот человек нет, потому что он верующий, потому что что-то есть, что-то есть в нем. вот это уже даже без слов наших мы становимся свидетелями Божьими, мы проповедуем даже без слов, просто наслаждаясь Евангелием, просто наслаждаясь Благой Вести. Поэтому Христос и сейчас Он хочет исцелять нас любовью Божьей, Он хочет исцелить мир через нас. Поэтому мы с вами в это время говорим о эпохе трехдневных выходных, то есть это время, когда пятница, суббота, воскресенье, когда мы можем помочь нашим детям, следующему поколению расти действительно духовными лидерами, людьми, которые получают исцеление, которые могут исцелять этот мир также через те таланты, через те способности, которые у них есть. Поэтому Бог еще раз мы говорим, что Он любит нас, Он хочет исцелять нас любовью Своей и хочет исцелять этот мир через нас. Поэтому пусть истинное исцеление и новое благословение начнутся в нашей жизни с соблюдения Завета Божьего и этот вопрос, который Иисус задал «Любишь ли ты меня?» это не для того, чтобы нас подколоть как-то или нас в чем-то обвинить или угнетать. Нет, это вопрос, в котором есть ответ и в котором есть сила исцеления. Он хочет, чтобы мы утвердились и подтвердились. Он хочет показать, что Он любит нас и чтобы мы исповедали это тоже, что мы любим Господа. Давайте вместе помолимся сейчас, чтобы мы с вами услышали этот голос Иисуса Христа, который спрашивает «Любишь ли ты меня?» и чтобы мы могли ответить, что мы любим тебя, Господь, и что услышать, что хочет Бог сказать. А Он хочет сказать, чтобы мы шли на эти места действия и искали тех агнцев, тех заблудших овечек и светили светом и исцеляли их любовью Иисуса Христа. Поэтому давайте наслаждаться этой любовью Божьей.